Деяние святых апостолов И так, быв провожены церковью, они проходили Феникию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи и братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали? И сердцевед Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников Иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, «Мужи и братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинею Давида в упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. «Ведомый Богу от вечности все дела его, посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздержались от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себе мужей послать их в Антиокию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Второе соборное послание святого апостола Петра, глава 2, стихи с 9 по 22. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипачи тех, которые идут вслед скверных похоти и плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны, и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, разъенные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, иди по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облако и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблужении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается, по верной пословице, пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи. Евангелие от Иоанна, глава шестая, стихи с 22 по 38. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тевериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплили в Капернаум, ища Иисуса, и, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришёл?» И Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нём положил печать свою Отец Бог». Итак, сказали Ему, «Что же нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебя? Что ты делаешь?» Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, «Хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали им, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть мхлеб в жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Святой Кирилл Александрийской Толкование на Евангелие от Иоанна Глава 6, стих 35 Я есмь хлеб жизни Обычно было Спасителю Христу при изъяснении божественных и уже предвозвещенных таинств давать как бы загадочные и не очень ясные на них указания, ибо Он не допускал, чтобы столь святое учение предлагалось без прикровенности на попрание всем вообще желающим, недостойным и нечестивым. Но прикрывая как бы покровом загадок, Он делает его не недоступным для разумных. Когда Он видел каких-либо слушателей невежественными и совсем ничего не понимающими из сообщаемого, то ясно излагал то, на что хотел указать, и, сняв всю как бы темноту со слова, предлагал открыто и общепонятно знание тайны, через это делая безответным для них неверие. А что Ему было обычно, как мы сказали, пользоваться часто прикровенной и неясной речью, этому научит и сам Он, говоря в книге псалмов, «Отверзу в притчах уста Моей». Не менее удостоверит наше объяснение этого и покажет его небезосновательным и блаженный пророк Исаия, восклицая, «Подлинно царь праведный воцарится, и начальники с судом будут началить, и будет человеком, скрывающим слова свои». Ибо царь праведный, сказано, воцарился над нами, говорящий, «Я поставлен царем от него над Сионом, горою святою его, возвещая повеление Господне». По суду, то есть по правде, жительствующими начальниками называет и святых учеников, которые приступали к Спасителю Христу, часто прикровенно говорившему с такими словами, «Скажи нам притчу». И когда он однажды услышал, «Почему народу говоришь в притчах?», он ясно указал причину этого, сказав, «Потому что видя не видят и слыша не слышат, не разумеют». Без сомнения они не были достойны этого, когда правосудный Бог определил им такой приговор. Поэтому Спаситель, употребив многочисленные обороты речи, когда видел, что слушатели все-таки ничего не понимают, уже яснее говорит, «Я есмь хлеб жизни». Едва не нападает на их безмерное неразумие, говоря так, «О, имеющие несравненное превосходство над всеми по одному только невежеству». Когда Бог говорит, что будет подавать вам хлебы с неба, и такого обещания удостаивает вас, вы ограничиваете божественную щедрость питанием манной, и не стыдитесь только до этого предела простирать вышнюю благодать, не зная, что мало и для вас получить таковое от Бога, и самому Богу даровать мало этого. Поэтому не верьте, говорит, что то был хлеб небесный, ибо я есмь хлеб жизни, некогда вам как бы в обещании предвозвещенной и как в образе указываемой, а теперь пришедший во исполнение данного вам обетования. А я есмь хлеб жизни, не хлеб телесный, прекращающий только страдания голода и предохраняющий плоть от происходящего от голода разрушения, но всецело все живое существо, человеческое, преобразующее в жизнь вечную и созданного для всегдашнего бытия человека, являющий выше смерти. Прекровенно указывает этим на жизнь и благодать через святую плоть, посредством которой проникает в нас свойство единородного, то есть жизнь. Надлежит знать, ибо должным, почитаю, старательно уловлять все слушащее на пользу, что во все сорокалетнее число лет израильтянам подавалась прообразовательная манна от Бога, пока еще был с ними Моисей. Когда же он достиг до общего конца жизни, а вождем и руководителем иудейских полчищ был уже поставлен и Иисус Новин, то он провел их через Иордан, как написано, обрезав каменными ножами и введший в обетованную землю, где, наконец, предоставил им возможность питаться хлебом, когда всемудрый Бог уже остановил подаяние манны. Итак, ведь образ уже должен быть обращен в истину. Когда удален был Моисей, когда, то есть, прекратились прообразы подзаконного служения, и к нам явился Христос, истинный Иисус, ибо Он спас людей от греховых, тогда мы перешли Иордан, тогда приняли обрезание в духе через учение двенадцати камней, то есть святых учеников, о коих у пророков написано, что камни святые катятся по земле. Обходившие и обижавшие всю Вселенную эти святые камни суть, конечно, те, посредством коих и мы обрезаны обрезанием нерукотворным в духе, очевидно, через духа. Посему, когда мы призваны Христом в Царство Небесное, ибо это, полагаю, а не другое, что означает вшествие кого-либо в землю обетованную, тогда манна у нас уже преобразовательная, ибо мы уже не питаемся Моисеевыми Писаниями, но уже Хлеб Небесный, то есть Христос, питающий нас в вековечную жизнь через подаяние Святого Духа и сообщение Святой Плоти, влагающей в нас причастие Бога и уничтожающей сущую от изначального проклятия. Глава 6, стих 35. «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Есть нечто прикровенное также и в этих словах, что необходимо изъяснить. Обычно Спаситель Христос не только не лишал никогда святых славы, но, напротив, увенчивал их досточудной честью. Однако ж, когда некоторые из невежественнейших, не зная, какое имеет Он над ними превосходство, приписывали им высшую славу, тогда Он весьма благополезно убеждал их иметь более правильное о Нем представление, заставляя размышлять о том, кто есть единородный и каким несравненным превосходством Он отличается. Но речь об этом Он составляет не особенно ясную, а несколько затемненную и без всяких прикрас. По созерцанию самих дел или по сравнению заставляющую признавать Его превосходство. Так, например, разговаривал Он некогда с самарянской женщиной, которой обещал давать воду живую. Женщина же, не поняв ничего из Его слов, сказала, «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам колодец?» И так, как Спаситель желал убедить Ее в том, что Он выше Иакова и в немалой мере более достоин веры, то обращает речь к различию вот, говоря, «Всяк пьющий от воды сей возжаждет опять, а кто будет пить от воды, которую Я дам ему, соделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И через это Он без сомнения убеждает уразумевать именно то, что податель Высшего необходимо должен обладать, конечно, и превосходством над тем, с которым делается сравнение в чем бы то ни было. Подобный же образ изъяснения и научения употребляет и теперь, так как иудеи дерзали как бы презирать Его и великомудрствовать над Ним во всех отношениях, предпочитая законодателям Моисея, и часто утверждали, что подобает следовать Его постановлениям, а отнюдь не наставлениям Христовым, дарованиям манны и исхождение воды из скалы, считая достовернейшим доказательством Его превосходства над всеми и над самим даже Спасителем нашим Христом, то и необходимо переходит, наконец, к обычному своему приему и не говорит яснее, что Он выше Моисея по причине необузданной дерзости слушателей и весьма большой склонности их к Неву, но обращается опять к самому чудесному делу и сравнение с большим открывает малое. «Приходящий ко мне, — говорит, — не взалчит, и верующий в меня не возжаждет никогда. Пусть так, — говорит, — и сам я соглашусь с вами, что манна дана Моисеем, но ведь евшие алкали. Скажу, что и вода была вам дана из скалы Моисеем, но пившие жаждали, и дарование сказанных предметов доставляло только весьма маловременное пользование ими, а ко мне приходящий не взалчит никогда, и верующий в меня не возжаждет никогда. Итак, что же обещает Христос? Ничего тленного, но благословение, состоящее в принятии святой плоти и крови, возводящий человека к полному нетлению, так что он уже не имеет нужды ни в чем, что отстраняет от плоти смерть, говорю, очевидно, о пище и питье. Водой, кажется, называется здесь опять освящение через Духа или самого Божественного и Святого Духа, часто называемого так в Божественных Писаниях. И так святое тело Христа животворит тех, в ком оно будет, и укрепляет к бессмертию, соединяясь с нашими телами. Ибо, разумеется, тело не другого кого, но самой жизни по природе, имеющее в себе всю силу соединенного с ним слова и как бы наделенное его свойством, а вернее уже и исполненное его действенности, посредством которой все оживотворяется и сохраняется к бытию. Если же это так, то крещенные и вкусившие Божественной благодати пусть уже знают, наконец, что, лениво и редко ходя в церкви, подолго уклоняясь от благословения Христова и измышляя вредное благочестие, состоящее в нежелании участвовать в таинственном общении со Христом, они тем самым удаляют себя от вечной жизни и отказываются от животворения. Отказ от Евхаристии обращается в сеть и соблазн, хотя он и казался у них плодом благоговения к таинству. Напротив, надлежит напрягать всю присущую им силу и рвение на то, чтобы являться скорыми на очищение греха, более всего стараться об усвоении себе достойнейшего поведения и таким образом уже весьма бодро идти к получению жизни. Но так как сатана употребляет разнообразные средства к прельщению, старается не дозволять им иметь здравые и подобающие мысли и грязня пороками, заставляет их трепетать и самой даже благодати, посредством которой надлежало бы им, как бы от вина и от опьянения, протрезвившись от влекущего козлу удовольствия, видеть и понимать полезное. Посему, расторгши узы его и свергнув возложенное на нас его жестоковластием ермо, будем со страхом работать Господу, как написано, и посредством воздержания, оказываясь уже выше плотских удовольствий, да приступаем к божественной и небесной благодати, и да восходим к святому принятию Христа. Таким-то именно образом мы и припобедим дьявольское прельщение, и став общниками божественной природы, взойдем к жизни и нетленью. Глава шестая, стих 36. «Но я сказал вам, что вы и видели Меня и не веруете». Посредством многих оснований опровергает их и всяческим образом привлекает к спасению через веру. Но, как Бог, не неведал Он, что они обратятся к родственному и обычному, как бы воспитанием усвоенному неверию, и не будут обращать никакого внимания на призывающего их к жизни. Дабы поэтому знали они, что Иисус не неведает о том, каковыми опять окажутся некоторые, вернее же надо сказать, чтобы известно было им, что они находятся под божественным гневом, присоединяет опять, «Но я сказал вам, что и видели Меня и не веруете». «Предведал Я», говорит, «И ясно предсказал, что вы неверно пребудете жестокими и неотступно преданные прелюбезному вам непослушанию, останетесь непричастными Моим дарам». «Когда же нечто таковое говорил о них Христос?» «Припомни слова блаженного пророка Исаии, «Иди и скажи народу этому, слухом послушаете и не уразумеете, и видя увидите и не познаете, ибо огрубело сердце народа этого». Разве слово это не окажется истинным и в рассматриваемых нами теперь событиях? Ведь, конечно, видели они, что Господь есть Бог по природе, когда бесчисленное множество шедших за Ним Он напитал пятью ячменными хлебами и двумя рыбками, но, видев, не веруют, по причине ожесточения подобно слепоте, тяготевшего вследствие божественного гнева на умах их. И они были бесспорно достойны этого состояния, если подверженные безмерным грехопадением и удушаемые нерасторжимыми цепями беззаконий, не принимали даже самого того, кто пришел, обладая силой освобождать. По этой причине огрубело сердце народа этого. А что иудейский народ из величия знамения усматривал, что Иисус есть Бог по природе, это можешь уразуметь особенно из следующего. Удивившись совершившее емуся чудо, как выше говорил евангелист, они старались схватить его, чтобы сделать царем. Поэтому у иудеев не остается никакого извинения в их безумии. Справедливо поражаясь божественному знамению и отделся ответственно приходя к силе чудотворца, они едва не содрогаются пред благопослушанием и в ужасе отскакивают от добрых нравов, с удовольствием низвергаясь как бы на самое дно погибели. Глава 6, стих 37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Не просто надлежало Господу сказать, потому что и видели меня и не веруете, но было необходимо присоединить к сказанному и причину ожесточения, дабы узнали они, что подвергались божественному гневу. И так, подобно какому-либо весьма искусному врачу, и болезнь указывает им и открывает причину недуга, не для того, конечно, чтобы узнав, они спокойно оставались в том же самом состоянии, но чтобы всяческим образом умилостивляли оскорбившегося на них владыку всяческих. Конечно, по основательным причинам, так как он никогда не оскорбляется несправедливо, и ведущий судить правое никогда бы не сделал над ними такого суда, если бы к этому не вызывали основания, делающие его всецело свободным от всякого обвинения. Потом спаситель утверждает здесь, что к нему придет все, что даст Бог и Отец, не потому, чтобы сам он был не в состоянии приводить к себе верующих. Если бы пожелал, он совершил бы и это весьма легко, под действием силы его и подчинению ему всего. Но так как необходимо, кажется, требовалось говорить о том, что находящиеся в неведении святоводствуются божественной природой, то опять, как человек усвояет отцу совершение того, что подобает Богу. Это делать обычно было ему, как уже нередко говорили мы, а в словах, что приведено будет к нему Богом и Отцом все, что он даст ему, делает, как видно, прикровенное указание на имевшие уверовать и едва уже не веровавшие народы языческие. Это служило благородной угрозой, что они отпадут от благодати и на место их войдут все те из язычников, которые будут приведены милосердием Бога и Отца к Спасителю и животворцу по природе сущему Сыну, дабы, участвуя благословение от Него, они таким образом восходили к нетлению и жизни и преображались в изначальный природный свой вид. И так, подобно тому, как если кто приведет больного к врачу, чтобы изгнал поразившую болезнь, так скажем, и Бог, и Отец приводит к Сыну тех, которые являются достойными спасения от Него. следовательно, горьким и вполне гибельным оказывается жестокосердие для имеющих Его, почему и пророческое слово восстает на иудеев, громко восклицая, обрежьтесь Богу и обрежьте жестокосердие ваше, мужи иудины и обитатели Иерусалима. Но не для них, а напротив, для нас сохранил Бог и Отец обрезание сердца, то есть совершаемое Духом Святым над скрытым иудеем. Поэтому справедливо удаляться от непослушания тех и стараться отрекаться от жестокосердия, а напротив, приобретать себе кроткое настроение, если хотим избегать гибельного гнева Божия на них. Глава 6, стих 37. «И приходящего ко мне не изгоню вон. Обращение через веру, говорит, не останется бесполезным для приходящих к нему, ибо надлежало показать, что приведение к нему Богом и Отцом есть дело поистине досточудное и исполненное многочисленных благ. И так будут, говорит, превеликие блага у призываемых и приходящих ко мне через вышнюю благодать, ибо не извергну вон приходящего, то есть не отрину, как негодный сосуд, посказанному одним из пророков. Обесчищен был и яхония, как сосуд, в коем нет потребности, отторгнут и извержен был в землю, который не ведал. Земля, слушай слово Господне, запиши мужа сего изгнанным человеком. И так не будет говорить изгнан и не извержится вон, как бесчестный, но будет введен сокровищницу, упокоиться в небесных обителях и узрить себя оказавшимся внутри всякой надежды, превышающей ум человеческой. Ибо глаз не видел и ухо не слышало и сердце человека не восходило то, что приготовил Бог любящим его. Словами «не извергну вон приходящего ко мне» кажется, указывает опять на то, что верующий и приступающий к божественной благодати не будет предан суду. Такое же значение слово «вне» имеет, как можешь видеть в известной притче у блаженного Матфея. Подобно говорится там царство небесное неводу, закинутому в море, из всякого рода рыб собравшему, который, подняв и на берег вытащив, собрали хорошее в сосуды, а худое вон бросили. Под собранием хорошего в сосуды мы должны разуметь, что добрые люди будут собраны в божественные и небесные дворы, а под извержением негодного вон надо усматривать указание на то, что нечестивый лишится всех благ и подвергнется суду. Итак, когда говорит Христос, приходящего ко мне не извергну вон, то мы должны принимать, что приходящие к нему через веру люди совсем не подвергнутся наказанию, а впадающим в нелепое безрассудство, в этих словах, мне кажется, дается премудрейшая угроза, что если они не пожелают обратиться к скорейшему благопослушанию, то окажутся вне всякого блага и даже невольно лишаться его дружбы. Ибо через то, что обещает не извергать вон приходящего, через это же самое указывает на то, что не идущего к нему он, конечно, извергнет. Субтитры создавал DimaTorzok